Смачен салют, друзья, и это опять комиксы в реальность. Я тут подумал, мы все говорим про комиксы, а что было бы, если бы супергерои взяли среди нас? Звучит круто, не правда ли? Парни в пощах побеждают злодеев, оберегают матушку землю, можно спать спокойно. Но мне что-то подсказывает, что в реале все пойдет на перекрестях. Чаще всего от обрадушных суперов больше вреда, чем пульта. Вот представьте рандомную драгу героя из воде. Хороший парень, добывая наказаться по стартах, швыряет его припаркованном автомобиле или проламывает его лицом стену соседней квартиры. Вот не повезло бедолаге водительству. Надеюсь, страховка покроет расходы, и это самый гуманный исход. А если пострадают невидимые люди, то будет оплачивать лечение. Недаром Бэтмен пошел на судца. Правда, голболев дедя Бэтмен. С великой силой приходит и великая ответственность. Видно, наличие супергероев далеко не Верри Вуд. С этим согласны жители вселенной фильма «Суперсемейка». Раньше там было все, как у всех. Куча светлых людей избивали в кругах, не заботясь о последствиях. Людишкам это надоело, и они завалили своих горяспасителей судебными искренними. Против такого не попрешки волей-неволей. Хорошие ребята бросили свои подвиги и ушли в подполье. Так произошло и с нашим главным персонажем. Некогда самый сильный человек на земле, мистер Исключительный, под внетом финансового давления, вынужден влачить свое существование, притворяясь обычным офисным фантоном. И так целых 15 лет. За это время парень обзавелся семьей. Вполне обычно, на первый взгляд, жена и трое детишек. Казалось бы, жили, да радуйся. Но однажды, взлетев, ползать не захочет. Мистер Исключительный тоскует по своей прежней жизни. И тайком от супруги снова берется за старое. И влипает по самой небовой новые неприятности. На помощь мужу и отцу и отправляются члены суперсемейки. Какими силами они обладают? Что их ждет впереди? Ответ на это дает не только Филипп, но и одноименный комикс «Суперсемейка». Очень советую к прочтению. Позитивные эмоции и незабываемый сюжет вам гарантирован. А я с вами прощаюсь. Напоследок хочу вам, моих слушателей, задать вопрос. Как вы думаете, нужны ли нашему миру супергерои? Какие плюсы и минусы их существования видите вы? Напишите в комментах. Ну а я с вами прощаюсь. Надеюсь, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на нашу библиотеку, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами была Комиксова Реальность. Всем пока!